Всем привет дорогие друзья и подписчики канала SoundLife. Сегодня у нас на обзоре автомагнитола на андроиде с глубиной посадки всего лишь 44 мм. Встречайте, SWAT 4180. Погнали! Как и говорил, сама магнитола представляет из себя вот такое компактное устройство. Внутри установлен процессор OWINR-T3T Quad-Core 1.3 ГГц. Дисплей здесь 1024х600, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренней для установки всевозможного софта. Поддержка 3G LTE модемов, встроенный Bluetooth, микрофон встроенный, выходы на флешки, их тут две штуки, выводятся на шнурке, подключаются сзади. Но с разъемом мы сейчас немножко попозже. Опять же, поддержка есть, флаг, что тоже не может не радовать. Ну и так как это андроид, соответственно, здесь у нас будут хорошие мультимедийные возможности. Это мы тоже с вами проверим. Давайте пройдемся по комплектации и перейдем уже непосредственно к меню магнитолы. По комплектации здесь у нас сразу же инструкция пользования, которую никто не читает. Брошюрка такая с изображением всех выходов, входов, которые здесь возможны для подключения. Тоже на самом деле нужная вещь, потому что никогда не знаешь, что они туда вкладывают. Посмотрел, сразу понятно. Гарантийный талон и лицензионная карточка с кодом на Vittel. Помимо этого, по штуркам здесь у нас обычный ИСа, по сути удлинитель. Папа-мама. Он подключается сюда, потому что устройство у нас компактное. И нужно все-таки делать этот шнурок удлинить. Он подключается сюда. Не перепутайте, стоит защита. Ну и опять же, обычный ИСа разъем, если сюда подключить, у вас не будут кнопок на руле, которые здесь уже задействованы в этом разъеме. Ну и прочее. Короче, нужно подключать. Далее у нас в комплекте идут вот такой вот разъем. Сразу же с белого разъема на два USB. Подключается он у нас сзади. Опять же, не перепутайте, один на другой не стоит. Есть также выхода под камеры заднего вида, AUX. По линейкам здесь очень интересно. Здесь есть только фронт-аут. Здесь нету задней акустики, нету отдельной носа. В комплекте идет GPS-антенна. Она здесь достаточно компактная, накручивающаяся с типа. И Wi-Fi-антенна. Wi-Fi-антенна вообще здесь очень интересная. Такой маленький-маленький. Слисток. Хотел сказать писюн. Ну ладно. По крепежу эту магнитолу уже нужно как-то крепить. Из-за того, что у нее специфический размер. В комплекте идут вот такие уши универсальные. И боковые монтажные пластины. То есть ставим либо так, либо вот так. Все предельно просто и достаточно продумано. Единственный нюанс по размерам нужно смотреть именно по рамке. То есть куда вы будете вставлять. Потому что вот эта часть, она не совсем стандартная. И возможно какие-то потребуются доработки. Погнали в меню. Итак, мы в главном меню. Здесь у нас рабочий стол. Здесь сразу же у нас есть ярлык по радио. Радио работает отлично. Тач, кстати, у магнитола очень даже неплохой. И единственный нюанс. Здесь нет, как видите, кнопок боковых. Они здесь появляются при нажатии помощника. То есть кнопки громкости той же самой. Выход в главное меню на домой. Здесь все реализовано именно виртуально с появлением. То есть опять же громкость. Ну, это, наверное, единственный минус этой магнитолы. По удобству. Потому что, если не глядя на нее. То есть как вы там раньше повернул крутилку. Громкости и прочее. Нажал на кнопку. Здесь такого нет. То есть здесь именно надо смотреть, куда нажимаешь. Иначе так не попадешь. Хотя, в принципе, я думаю, что ко всему можно привыкнуть. И это не так критично. По эквалайзеру. У нас же все-таки интересует звук. Помимо всего этого. Здесь у нас 10-полосный графический эквалайзер. Есть бас-буст. Куда же без него-то. Баланс-фейдер. Можно поставить. Интересное, конечно, представление. У китайцев автомобиля. Сзади стоит домашний диван. По звуку, собственно говоря, здесь все. Переходим в видео. Сразу проверяем его возможности по видео. МКВ. Все абсолютно нормально воспроизводится. Ничего не тормозит, не фризит. Вообще без вопросов. В этом плане, конечно, плюс магнитолия, которая, кстати говоря, стоит всего лишь 14 900 рублей. Все мотается, работает все очень быстро. Ну, вот тут как раз по поводу управления. Громкость у нас только регулируется именно через эту менюху. Есть мьют. 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 Мьют у нас кнопкой выключения. Быстрым нажатием реализуется. Все остальное управление сделано, реализовано большими виртуальными кнопками. Все очень удобно. Так. Авишки. Ну, авишки это вообще без вопросов. И все равно МКВ их читают. Авишки тоже без проблем. Посмотрим, как он справится с FUHD МКВ. Ничего себе. Качество картинки на уровень стало лучше, потому что это решение выше, и при этом все прекрасно воспроизводится. Отлично. Отлично. Просто отлично. Музыкальный плеер. Здесь у нас внизу пункт музыка, песни. У нас забанят скоро за музыку. Реализованная, очень прикольная. И достаточно просто управление. Здесь режим воспроизведения, разнобой, в круг. Как хочешь. Это обновление списка музыки. Здесь мы видим все треки. Можем листать. Работает интерфейс лучше, чем на пионере. Вот это поворот. И все, сразу же воспроизводится. Здесь у нас по папкам. То есть реализовано вообще очень здорово. Все, флаг. Давайте попробуем флаг воспроизвести. Музыка. Все, вот вам флаг. Так, хватит. Рамштейн для нас. Флаг воспроизводится. П3, ВАВ, ВМА. Все, что хочешь. Все, что не качается, можно поставить в любой плеер. И будет воспроизводиться. Здесь у нас есть установки по автомобилю. Это просмотр движения. Можно выключить при дыхании дисплея. При включении фар. Там на оранжевый провод все это реализуется. Управляется. Сигнал на нажатие. Сигнал на нажатие. Камера заднего вида. Зеркало, не зеркало. Все, что хочешь. Навигация. Повторюсь, стандартная навигация здесь в комплекте идет на VITAL. Поставить можно любую через Play Market. Установка яркости. Радиозона выбирается. В зависимости от того, где вы находитесь. Данная магнитола еще поддерживает кнопки резистивные. Они подключаются и реализуются через три провода, которые идут в магнитоле, в разъеме. И через менюшку, после того, как вы подключили все это дело правильно в автомобиле, оно здесь уже программируется. Тоже, опять же, плюс. Посмотрим, как запускается навигация. В 3D режиме с прорисовкой всех этих домов, конечно, есть небольшие притормаживания. Но не критичные. Если перейдем в 2D режим, то тут уже все более хорошо и плавно. Подключение по Bluetooth. Сюда же переносит телефонная книга. Есть возможность воспроизведения Bluetooth Audio A2DP. Есть полноценный плеймаркет. Заходим в него, скачиваем, устанавливаем и пользуемся. По итогу получаем просто замечательное головное устройство с функционалом более дорогих моделей. При этом у нас есть очень неглубокая глубина посадки. Это всего лишь 44 мм. И цена 14 900 рублей. На данный момент это одна из самых хитовых магнитола. Я думаю, что меня поддержат, опять же, мои коллеги и прочие многие продавцы, кто сейчас занимается продажей данного оборудования. Что цена-качество очень неплохое в данном ценовом сегменте. Опять же, благодаря глубине посадки, это просто, ну не знаю, палочка-выручалочка для владельцев УАЗа Патриот 2017 год. Вы меня поймете, если смотрите. Ну и прочих. Кому важна посадочная глубина. Таких автомобилей сейчас очень много. Благодаря этому вы экономите сзади место. У вас лучше охлаждается магнитола, хотя она здесь не прикрывается. И тем самым вы экономите место для укладки большого количества проводов. Данную магнитолу рекомендую к покупке. Вы также можете ее приобрести через меня. Связывайте со мной либо через контакт, либо через драйв, либо прочие социальные сети, где меня можете найти. Либо просто приезжайте и покупайте. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok